Всем добрый день! Это канал Диты Класс. С вами Андрей Щетников. И сегодня я продолжу разговор о том, как выступать, участвовать в бою на турнире юных физиков. Мы уже поговорили про докладчика и про оппонента. А сегодня речь пройдет про третью позицию рецензента. Ну, вот смотрите. Может быть, это самая сложная позиция из трех. И это видно по многочисленным выступлениям. Потому что выходит рецензент и начинает рассказывать что-то в духе. Ну, докладчик построил установку, он сделал эксперименты, он построил некую теорию. Потом посмотрел на то, как теория согласуется с экспериментами. Потом сделал что-то еще. Ну, и в таком духе. И понятно, что такую рецензию... Ну, а дальше то же самое про оппонента. И еще примерно в таком же стиле про дискуссию между ними. И понятно, что такую рецензию можно прикладывать, опять же, почти что к любому докладу. Ну, команда, которая подробно вот так сделала, но как бы не вдавалась в физику дела. Ну, получит свои пятерки из десяти возможных баллов. А что нужно сделать и чего мы от вас ждем, чтобы ваше выступление было лучше? Надо говорить про содержательную физику. Я понимаю, что это трудно, что гораздо легче вставлять бессодержательные затычки и думать, какие мы молодцы. Но мы же не ради этого сюда забрались, на турнир. Если вы вот такими затычками как бы все время заполняете, ну так это просто зря потраченное время. Ну, не зря, конечно, не совсем зря. Вы приобрели какой-то опыт публичного выступления, вас жюри подергало. Но можно было распорядиться этим временем гораздо более эффективно. А чего мы ждем? Мы ждем, что рецензент, ну, будет как репортер, который рассказывает о каких-то событиях другим людям, которые на месте этих событий не были. Что он, обращаясь и вот ко всем, кто здесь присутствует в аудитории, и к самому докладчику, и к оппоненту, и к зрителям, и к жюри, расскажет, что же тут происходило. Что рассказал докладчик? Что он думает, что рецензент, что вы думаете по поводу этого рассказа? Где вы считаете действительно сильные места, интересные, это даже важнее. А где, по вашему мнению, были ошибки в докладе, или сомнительные места, или что-то содержательное, упущено? Что из этого увидел оппонент? Как он смог разобраться с докладом? И опять же, не вообще, а вот конкретно по той физике, которая содержалась в условии задачи, из которой работал докладчик, а потом работал оппонент. Что они из этой физики, дальше переходим к дискуссии. Что они из этой физики обсуждали в дискуссии? Что там было интересного? Было это вообще про физику? Они разбирались суть ее дела? Или тоже просто так время занимали? Если время занимали, так вы же скажите, ну, оппонент с докладчиком провели время, но никакого содержательного приращения не было. А если было содержательное приращение, скажите, в чем оно состояло? Что было по-настоящему, ну, как бы важно в этом конкретном бое? И будет вам хорошо? Всем будет хорошо? Всем будет интересно, самое главное. Потому что будет видно, что вы собрались сюда. Но не просто, чтобы провести время и там какие-то свои баллы заработать и место какое-то занять в протоколе. А для того, чтобы разобраться с физикой. Насколько, ну вот, это возможно. Насколько турнир вам предоставляет такую возможность. После того, что вы там делали у себя, работая в командах. Ведь мы ради этого здесь собираемся. Ну, теперь всякие. Еще соображения. Ну, по поводу задавания, то же, что я оппоненту говорил. Используйте все время на задавание вопросы. Задавайте вопросы содержательные. Пытайтесь понять. Ну, вот, у вас, если вы можете спросить докладчика, вы чего-то не поняли? Так спросите, чего вы не поняли. Ну, как бы, не место занимайте, не делайте вид. А правда? Ну, вот там мы не поняли того и этого. Так спросите об этом. Оппонент что-то говорил, вам осталось неясным. Спросите об этом оппонента. Работайте содержательно. И будет все интересно. Ну, и тоже важно, опять же, то, что я говорил оппоненту. Важно работать командой. Вот не один человек у вас в команде сейчас пойдет к доске на рецензию. А остальные будут сидеть и ждать, когда время пройдет. Так вот, бывает иногда в некоторых командах. А все пятеро знают, что они делают с самого начала. Оппонент вызвал докладчика, и вы уже работаете над будущей рецензией. Вы сидите, там слайды ваши открыты. Докладчик ведет доклад, вы фиксируете то, что было в докладе. Оппонент задает вопрос, и вы внимательно слушаете и фиксируете это. Оппонент выступает, но вы опять же фиксируете то, что оппонентам было сказано. Пошла дискуссия, пытаетесь понять, что они там. Вот не просто зафиксировать, так ладно, что-то там говорят. А попытаться разобраться, что они там говорят. И зафиксировать это в дискуссии. Понять хоть немножко еще. Ну, тогда вы точно получите для себя какое-то полезное превращение здесь. Ну, не знаю, что тут еще можно сказать. Я бы вот пожелал, чтобы вы, ну, как-то то, что я здесь говорю, попробовали учесть. Работали содержательно. Работали для того, чтобы, ну, как бы, вот, не мутусить друг друга. Мне, кстати, не нравится, на российском называется, значит, у нас на сибирском называется дискуссия, так же, как на, значит, так же, как на это самое, на международном. На российском называется полемика. Полемика это от слова полемос, война. Не войну мы тут ведем друг с другом. Мы пытаемся вместе разобраться в физике. Понятно, да? Ну, все, всего вам хорошего и успеха, и лучших выступлений в будущем.